привет всем заглянувшим сейчас мы с вами ощупаем лесли такое какое-то название что сюда необходимо потом крякнуть в конце итак смотрите ой смотрите что тут делается тут у нас делается а-ля мойра это мозаик один приветик лампа висит отсвечивает а ты виси и не отсвечивай да не подумайте я не мало хольная и покупала не по 850 рублей была возможность хапануть у человечка по 500 ч 550 короче все нормально тоже жаба подушивала но это хотя бы цена так скажем приемлемая потому что за 850 извиняюсь вы если соберетесь все-таки заказать одну пластину да плюс доставка вам вот эта одна пластина штукарь обойдется от отечественного производителя все таки такой цены самошедший не ожидаешь потому что зная курс доллара да плюс уровень зарплат по стране ценообразование такое себе не совсем логичное и вторая вот зима вот у двух этих зим вот зима прикольней которые первые как будто художник прям другой то есть все остальные пластины довольно таки стандартные можно спокойно найти всякие замены на алики там хринялики там всякие цветочки лепестки а тут все таки именно вот зимы прям неповторимы ну вот эти которые то что похоже на мойру это конечно да но у мойры эти именно рисунки мозаикой они очень большие широкие блин тут еще и плюс ко всему нету подложки называется режьтесь на здоровье короче девочки у меня изначально отношения очень предвзятое таким пластинам потому что я от них ожидаю еще и массаж пяток за такую цену так сейчас мы с вами еще понем и все 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 познаем так щупальный аппарат то есть нет щупальный аппарат это я так ну начнем с первой мозаики я знаете как думаю по по рядам как-то брать ну вот мне например в нижнем ряду шо нравится давайте с этого и начнем так у меня сегодня штампики креативчик и также у нас сегодня трансвистюга он бедолага лапкой махал сегодня махал возьми меня меня возьми потом у нас ричклоры я их пооткрывала заранее то иногда могут и залипнуть так шестнадцать тридцать один и черненький у нас 35 вот раньше не было когда лаков для стемпинга лет десять назад да не в общем-то и не 10 лет назад вот появились или пять может ой я не знаю куда лаки для стемпинга а нет у кона даже сразу появились но они мне не очень раньше не быстро сохли так так вот чё это рахтела что я олден розами делала стемпинг вот чё это рахтела так давайте начнем с верхов мне просто нравится такая стилистика рисунков вот эти скопировали и вот тут вот эта часть николь дайри так focus у них есть вот такие сжиженные картиночки так а нет с обычным лаком надо быстрее работать не щелкать клювком а я как раз специально взяла эти пластины потому что меня заинтересовала супер мега тонкая ну как у мойры вот это гравировка очень филигранная мне хотелось попробовать именно такую гравировку ничего девоньки мы домой и скоро доберемся я уже на черную пятницу это же я на фирма осталась на ощупку с черной пятницы нет обычный лак короче с ними не хочет дружить придется видать лак для стемпинга изливать твою мать нет я не против если он будет все работать меня предупреждали что если такие что с ними надо немножко поплясать вот видите очень очень тонкие эти штучки так ладно давайте попробуем с лаком для стемпинга что у меня тут на столе что то есть у меня на блин а надо писать эти самые сценарии что ли блин чё-то я болтала чего не помню хрен с ним видать не такое уже было интересное ну да лаком для стемпинга все работает но как вы знаете я не люблю пластины которые не срабатывают с обычным лаком мне к ним сразу нелюбову нелюбову ничего это у нас только первая пластина мы еще с вами зиму пощупаем там все лучше с обычными лачишками то так что еще из второго ряда мне нравится вот это кстати вот эти все рисунки вполне подойдут под вот такой стиль маня курчега ну чё девчим лето вон на носу недалее чем заутри да гравировка очень тонкая как нитки мы не поняла почему я начинаю снимать не должно в горле першить что сошло за хрень так давайте вот это щупанем и он потом в телик все потыкаю хотя вообще я смотрю у вас в телике так все неплохо вот это только что размазано получилось роза щека так давайте вот этот рядочек птица певчая королёк ой аккуратно так давайте штампиком беновским попробуем у него тоже все в порядочке порядочек так теперь журавль цапля так что такое смотри какой суровый лак я вообще помню что мне кто-то в комментах писал про лесли что но там у девчули самые были первые квадратные когда они действительно были ссаны так что я надеюсь что то что сейчас производится не будет ссаным все равно надо быстро даже с лаком для стемпинга все равно надо шевелить поршней тут сильно не почешешься но тут я еще раз повторяю тут очень тонкие гравировочки просто лежит все лежит надо уже нам с вами все поперещупать да попрятать это он уже умеющий по лице ты ко всему прочему давайте снизу например вот эти три захватим что грязно у меня получилось я просто еще чего возмущена так ценой что если бы тут еще рисунки были прямо эксклюзивные ну вот как у креативов где человек сидит потеет над ними рисует там думает взвешивает тут нету такого чего-то вау вот это да у меня такого не было я просто нахапала чтобы обзорчик снять для разнообразия надо же нам с вами щупать что-то новенькое а то всех китайцев уже перещупали уже неинтересно их щупать кстати правда неинтересно меня мало чего интересует вот единственное знаете что никольский вот что-то он прям проснулся мне у него много нравится пластин я вот думаю опять что ли этих китайцев начать щупать прям не знаю с одной стороны мне на пса не нужны с другой стороны интересно так давайте я наверное другую все-таки возьму шкребочек потому что тут из-за ламинации тут с ним надо знать все время с какой стороны а я пока вспомню какой стороной там надо шкарести тут и лак может высохнуть потому что еще раз говорю гравировочка тут такая что избей лучше лежачего ой тюй все равно я хапанулась за этот скребол да что-то мне понравился прикольный такой как это размазня получилось тут такое ощущение что гравировка толще глубже но лучше она от этого не становится кстати давайте вот эту пластину попробуем лаком голден роз щупаем ну да этот скребок конечно сразу как песня о а вот тут гравировка лучше чем у первой вот тебе и бабкина это масленица или юрьев день кто-то к бабке приходит обычно кондратьей обычно приходит к бабкам ладно так что смотрите девчатки тут еще блин гравировочка раз на раз может не прийтись это у той пластины гравировка ссаная у этой нормальная гравировка у этой тоже пластины в Китае делают в принципе чё тоже сейчас все в Китае делают ну да этим конечно скребочком лучше скрябать шкрябать да да девочки у этой пластины прямо намного лучше работает она надо было сверху начинать а то я рисунки не потроганные уже все испачкала ну да и хрен с ними все равно их все делать не буду да однозначно тут гравировка намного лучше а ну давайте ее а вот знаете поэтому она хуже стирается с лаком для стемпинга потому что тут гравировка глубже вон видите линии такие как размазаны смотрите с лаком для стемпинга во первых все остается на штампе а во вторых оно черней прям смотрите вот лак обычный лак для стемпина прям чернее а эти филигранней выглядят даже обычным лаком вот эта пластина красивее выглядит воздушней так что девочки имейте в виду вот чем мне нравится хорошая гравировка она работает с обычным лаком и рисунки получаются воздушней вот такая прелесть мне нравится так давайте попробуем вот этих гупиков или это может быть меченосцы я не знаю я не пойму ой я штампик тут не помыла вах 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 класс и кстати даже мокро смотрите ну быстро высыхает конечно же гравировка такая тонковата но она успевает помокреть поблестеть прекрасно прекрасно это не может не радовать вот эта пластина мне уже нравится так а ну давайте трансвистюга ведь попробуем так чисто по приколу то у нас кстати синий колор заканчивается я думаю его трансвистюгу фигануть чтоб они друг другу так скажем помощь оказали вот отлично смотрите скорее 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 трансвистюга блестит смотрите видно вроде успела прям мокро прекрасно да что такое нет вы подумайте вот начинаю снимать все начинает першить горло трэш так я пока прикрою туда лак для стенки нашего мне тут не сох шоп вот этот популярный рисуночек знаем такой такс хорошее плосино девочки опять таки я не знаю какая вам с каким качеством вам попадется мозаик 2 потому что может быть вам как раз мозаик один с хорошим попадется а со вторым с саны я да что ж такое то господи иисуси надо походу перед видосами молоко пить что ли с медом все как бабушка завещала с маслом ой какие классные камыши посмотрите блестить успеваете а я успеваю все мы успели не успели не успели так потом мне еще нравится подсолнушек вот этот его если зареверсить сейчас как раз лето шикарно будет упс да прелесть вот обычным лаком прямо классно получается и мокро давайте еще раз лаком для стимпинга и по домам перейдем к зиме вот люблю я зимнюю тематику прям не могу я как вижу какие то интересные блин рисовки не люблю на углу картинки ну да лаком для стимпинга сразу получается толще линии и сразу это размазня плюс я еще и взяла рисунок где ну вот этот скат терпеть не могу круги на полях ну овальные эти концы у пласти так винтер каменх давайте тут тоже так же только я начну с верхнего ряда чтобы я если это это я не пачкала бы следующее то это будет логично чумык смык начнем наверное с заек зайки вот мне сейчас нравится мне очень нравится вот такая рисовка как у этих заек слишком много слова нравится богу слово нравится так обычный лак так вроде работает так 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 и еще богу так 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 ага что мне еще из этого ряда нравится ну вот эта пластина мне почти вся нравится вот тут она мне прям приколола я ее и хапанула хапану я фокис там у вас есть если что по батарее бейте оп нет вот сейчас слишком тонковато получилось но она перевелась в принципе но очень тонко походу первые части пластин где мой ацетон мне просто нужен именно этот домик проверить какой он то я буду потом волноваться первая часть походу у всех серий что ли сам блин ну даже мне как раз вот эта первая зима больше нравится чем вторая ай-яй-яй-яй-яй ладно давайте лаком для стемпинга сейчас еще по нему так да-да лаком для стемпинга все отлично тонкие очень штучки у этого домика так потом что мне тут а вот корица корица прям чхотенькая корица цукат апельсиновый и что-то там кориандр вот эти звездочки как его кориандр же зовут да девчень то я что-то запамятовала так вот так отлично хорошенький рисунок мне только не нравится что он не работает с обычным лаком а ну правда кстати давайте его еще обычным попробуем просто лаком для стемпинга он что-то как сказать то ну размазанный что ли получился так блин да аккуратней так упс ага вот лаком для стемпинга поаккуратней получился сейчас я вам покажу да вам вообще все по идее видно у меня тут камера поблизже снимает он видите как-то поаккуратней зато вот тут у корицы точечки видите такая а тут нету текстура коричная зато лучше апельсин у него внутренняя текстура получилась лучше обычным лаком вот и пойми пойми чем лучше делай так нравятся шишечки давайте их так же обычным попробуем сначала блин сейчас все посохнет пока шкрипки повыберу так ага видите в общем где они толстые линии там можно обычным лаком справиться а где тонкие там этим надо для стемпинга ну чё девочки мы с вами без пауз работаем вы же знаете я ничего не подготавливаю перед видосом я все щупала вот как есть так и щупаю и знайте всю правду так мне не нравится как оно с обычным давайте стемпином все таки мне конечно больше импонирует ежели с обычным лаком как-то аккуратнее выглядит гравировочка ну вот этот рисунок норм да но у него теряется какая-то пушистость у этих веток теряется ой фокис у вас нет ничего тут неча смотри сейчас я оботру свой скребочек скребуночек мы с вами продолжим общупку на общупку на общупку на общупку на общупку на общупку становись так что дальше мы с вами общупываем давайте значит полых два рисунка один обычным лаком второй для стемпином так я кажется сейчас чихну девочки вы мне пишите мне в следующий раз если я удумаю чихать сжать на паузу или никого не испугаю если начнуты чихать а то я еще чиху то не один раз обычно да уж высокоинтеллектуальные беседы на первом ну че как обычно все ничего нового впрочем ничего нового ну вроде работает нормально вот снизу только че там у него снег не очень сработал в общем да короче все ясно тонкие очень линии ни пса не работают с обычным лаком хоть ты крути этот бэбих хоть не крути получишь бэбих в итоге вот этот рисуночек мне нравится хорошо сработал прелестно так дальше а вот это вот это окно а вот это че не пойму какая-то тряпка типа полотенце что ли на стекле на окне лежит давайте сейчас посмотрим чашечку немножко снежиночек немножко снежиночек ну как бы в принципе взялось а я чашечку сама не взяла я извиняюсь все в порядке взялось это я не взяла пол чашечки давайте я вам в теле потыкаю пока я ничего не забыла и не перепутала фокис давай-ка вон видите у снеговика снег не взялся потому что очень прям тонкий вот тут вот этот рисунок классный но я его у кого-то видела GR да по моему скопировали точно точно мы с вами кстати недавно осматривали GR вон чё это вяжут типа вязаный шарф лежит а в нём чашка типа чтоб не остывала всё возможно это же хюги как чё придумают на голову не натянешь нет в принципе конечно уютом и прочее можно по-русски сказать но хюги то ё-моё как звучит михалыч продолжаем разоговорчик давайте теперь вот эти веточки витули витуси щупанём много ещё налила пипец так нормально ой взялися сработалися лися так чё вот тут вот прям очень тонкий давайте ты станём обычным лаком если чё оботрём сделаем волшебным лаком не вообще это самое да сейчас я вам покажу погодите погодите девоньки голубоньки обождите в общем наберитесь терпения бам-бам-бам так так три раза опс опс да тут всё очень тонко там и рвётся сейчас я вам покажу я тебе покажу сейчас фокис вот видите лаком для стемпинга прелестнейший обычным лаком саненька но проблема что вот тут это хорошо сработало а тут плохо потому что тут в этом рисунке гравировка мешаная тут она не глубокая тут глубокая тут просто понимаете тут надо конкретно подбирать нажим то есть можно сделать и обычным и необычным лаком но немножко бубнов никому ещё не повредило так дальше ну давайте свитер попробуем чего раз он на нас смотрит прямо просится меня меня бери бога ради как можно отказать свита так свитер хорошенький даже обычным лаком получился прямо бам-бам-бам так да что такое да хороший свитер я вам свитером ещё потыкаю в телик сейчас мы с вами дощупаем вот эту а вот давайте вот эти фигурочки фигуроньки они прикольно выглядят воздушными так ещё мне на воздушность потянуло ну да их надо для стимпинга щупать лаком ну дальше они мне не принципиальный чё дальше 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 яйца не пускают ну в принципе вот пингвинчик мне нравится давайте щупать какая то веточка витуля где у него тут ну тут вроде всё в порядке перенеслось дальше вот ещё о боже аккуратно женщина салют а ну давайте вот эту часть тоже сейчас возьмём так работает вроде ничего ничего так и от этого оленя хочу снегиря и немножко гирлянд у нас тут олень испачканный может не перевестись немножко о нет перевелось ты лянька лянька ванька а ну-ка всё отползай мы тебя пощупали потрачено так фокус смотрим чё у нас тут нахуровертилось а гирлянды я что ли сама не взяла да ой-ой аккуратно гирлянды надо ещё раз проверить что-то они снизу не взялись и свитер вот он хорошо свитер взялся видать вам так прелестно прекрасно чё у меня уехал всё все а это я зацепила всё в порядке давайте на всякий случай перещупаем гирлянду ну это по-моему я не взяла их всяко было ой размазала рисунки они все равно плохие получились Не жалко. Ой, где штампы я всидела? Блин. Пока эта самая штампы подыскивала, уже все высохло. Ой, Господи Иисусе. Тьфу-ка, и ацетон еще высох. Он, в общем, тоже работать отказывается в такой ситуации. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас все будет спокуха. Лучше все-таки наверх сошкребать, потому что тут неровная покатая поверхность. Лучше сюда шкребануть. Что-то, знаете, что? Оно, короче, хорошо все перевелось. Но блин, уже высохло. Твою ж это мать. Ладно, давайте, короче, попробуем лаком для стемпина. Проблема тут конкретно очень тонкая гравировка у этих фонариков снизу. Поэтому я вам предлагаю попробовать лаком для стемпингу. Так. Сейчас мы сейчас мы с вами хоровер тонем. вот, вот сейчас все рисунки взялись прям отлично. А фонарики взялись более тонко, потому что я еще раз говорю, у них очень тонкая гравировка. смотрите. Вон, видите, даже с лаком для стемпинга они именно хвостики их получились очень-таки полупрозрачные. Зато все остальное прям черное насыщенное. А тут, видите, обычным лаком потоньше все. В общем, мешанное качество у этой пластиночки. Вернись на родину. Щупаем вторую зиму. Давайте первый рот еще проведем. Так. Вот так. И сразу протру. Не высох у меня еще отсытание. Сейчас мы с вами щупанем вторую зиму и байдух. Так. прекращаю гулять тут. Лень, ты посмотри. Скачет какой. Так. Начнем так же по рядам. Будем просто смотреть, что тут мне нравится. И смотреть, какое качество у Винтер Муд 2. Мне нравится вот этот снежочек. сыплы, сыплы снежочек. Ой, обхезала бумажечку. Ага, нет, с обычным лаком мне не нравится. Так, это надо убрать. А то я сейчас пластину загваздаю. Мне оно не надо. я. Давайте попробуем еще раз снежочек. Потому что он мне нравится. Если он не будет работать, это будет очень обидненько. Сейчас лаком для стенки. Мне кажется уже все так ты как сказать ты что все уже поняли конечный мой айтах по этим пластинам чтобы по полной цене я бы точно не брала. если бы взяла я бы было бы ох как я зол типа из этой серии высохла можно сюда класть ну вот этот шарик кстати ничего так выглядит вот смотрите микро тонкие штуки мы их обязательно щупнем потому что мне интересно мне очень интересно и тут вообще то микро точечки их тоже очень интересно мне кстати кажется что такие видите микро точечки вообще не взялись ни одной что не у меня одной потому что я когда специально блюла так скажем в инстаграм дизы с лесли я видела только с определенными так скажем картинками потому что там вот этот 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 все делают потому что тут гравировка вот этот ни разу я не видела потому что гравировка ссаная она походу не только у меня ссаная но не могу этого утверждать все может быть одновременно всего этого может не быть давайте щупать конечно конечно если прямо вам ляжку жжет какой-то определенный рисунок надо брать но если ничего вам там не прищемливает то возьмите что-нибудь салька просто допса альтернативных цветочков там хреночков всяких нет я не спорю что у меня тоже могут быть руки-крюки но за такую цену просто конкретно что когда цена не соответствует качеству ты просто ожидаешь типа ого а тут типа гравировка ушла и в общем самая хорошая гравировка у мозаик 2 так что я не знаю если я вам помогу можете мозаик 2 прям брать точно эти мне не очень устраивают потому что ну это я например буду что-то могу орудовать если вы новичок да у вас просто с ними ничего не получится а тут вообще получается какая-то мазня потому что это лак для стемпинга он глубоко залезает тут видите тут видать этот рисунок надо обычным лаком делать потому что для стемпинга тут очень глубокая гравировка давайте попробуем обычным лаком если у вас есть время вот этих вот танцев то конечно надо брать во вот с обычным лаком прям четенько получилась эта картинка ну-ка фокис вот видно вам видно хотя бы текстуру шишечек и ёлочек и тихолочек дальше что давайте вот эти шишки обычным попробуем тут мне кажется гравировка будет глубокая чтобы мы не испортили лаком для стемпина да вот с обычным лаком отлично она работает и вот эта с обычным лаком отлично сработает вроде бы отлично по крайней мере похоже так о давайте вот эти микро какие-то штучки интересно что они нам скажут они так выглядят что как будто они вообще говорить не будут ну да видите говорить они с нами не хотят давайте этот рисунок попробую лаком для стемпина все-таки да вот эти пластины тоже все мешанное качество блин как я рада что я их брала не по полной цене вы не представляете у меня на протяжении этого видео уже несколько раз эта мысль проскочила как бы меня душила жаба она меня и так сейчас душит нормально так но по полной цене я не знаю я бы уже наверное снимать бросила бы бегала бы материла все блин вообще не в восторге вот кац например да у них хотя бы цена понятно у них всегда пластины работают идеальнейше не знаю я не помню вообще ни разу чтобы кто-то прикапывался к пластинам кац а не лаком для стемпинга и обычным лаком как угодно работают в принципе 200 рублей вполне себе обоснованы кстати или сколько сейчас кац стоит я что-то я же врет давно уже не слежу я захожу типа посмотреть новинки ну вот в эту страничку что я вам показывала где я новинки отслеживаю зашла глянула ничего новенького не появилось ушла я конкретно прямо по магазам китайским не лазаю все протрем сейчас этот инструмент наш верный просто через меня прошло слишком много стемпинга чтобы так скажем хавать все подряд так ладно нет этот рисунок интересный но он плох мне не нравится как он работает было бы кайфово если бы вот как за бугром ой аккуратно блин нет с обычным лаком вот это тоже слишком тонкая гравировка вот этого рисунка за бугром вот вам не понравился косметоз какой-то тени там или чего вы пошли с чеком и вернули вот это просто замечательная политика партий ну не хочу уже этот рисунок перепроверять он наверняка с лаком для стемпинга там выйдет или выйдет какая-нибудь мазня давайте дальше ну фиг знает наверное тут тоже лучше обычным блин вот я запуталась уже какие рисунки надо обычные какие блин лаком для стемпинга твою что мать давайте попробую сейчас я протру эти иглы фигмамы фигмамы сейчас попробуем лаком обычным да это мы сейчас для стемпинга мазали да давайте сейчас обычным попробуем просто я смотрю что тут точечки точечки не должны взяться обычным лаком я поэтому и намазала лаком для стемпина а тут гравировка глубже тут точки взялись короче обычным лаком блин что-то мы с вами зацепились прям надолго я не думала что мы 4 пластины будем так долго щупать но из-за того что видите мы с вами смыкаем тут и сюда поэтому у нас так и получается вот эти мне лени нравятся но я уже прямо предчувствую что они сроты пожестче прямо смахивать потому что тут очень непонятно видите все равно мазня с этими иглами зато тут отлично получилось тут очень тонкая гравировка у этих оленей смотрите олени зато получились прям прекрасно так дальше проходим дальше вот этот рисунок интересный но что-то мне уже страшно его щупать ну давайте что поделаешь мы с вами тут за каким хреном собрались пожестче так пожестче с ним ну вот видите он такой абстрактный что непонятно где-то он сработал или где-то нет ну по крайней мере он выглядит ничего вроде хотя мне кажется он мог бы лучше давайте его обычным лаком попробуем сейчас я переверну началку и смажу это все ацетоном так забыла какой рисунок вот съемочки наши с вами в реальном времени обычным лаком да так вот когда быстро прямо смахиваешь хорошо вот сейчас с обычным лаком он хорошо и олени кстати взялись нормально смотрите смотрите-ка нормально но не идеально рога например у них и морды полые получились что вам там видно видно ну вот обычным лаком вот этот рисунок прямо лучше смотрится намного так фокус так фокус ну что ж давайте дальше если честно устала эти пластины щупать странно такое от себя слышать давайте обычным вот это так хорошо прям отлично взялось очень даже коньки давайте обычным лаком упс так коньки тоже хорошо взялись вот это уже интересно снизу походу у пластин качество лучше также мешанное ну я еще очень быстро все делаю девочки девоньки сейчас если я немножко зачешусь то будет не так шикарно набираем скорость так а если вот например я как новичок сейчас буду давайте попробуем намазать вот 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 так вот как новичок сейчас буду делать так вот кажется я скребочек сломала ну что я же как новичок потом надо подумать как-то вот так нажать оп ну да девочки если новичок не пса у вас не выйдет надо быстро прям вот так намазала чих пых чмык вот так сошкребла штамп приложила чмык чмык вот все идеально вот так все будет замечательно но но рекомендовать такие я всем подряд не могу уж с свиньями перед вами но даже я если честно вспотела пока тестила эти махинацы давайте я вам потыкаю сейчас в телек получается во-первых рисунки очень грязные там где гравировка глубокая ой с свиньями перед вами чего-то мне пришло там получается грязные рисунки а если с обычным лаком то новичок с ними не справится из-за очень тонкой гравировки тут надо прямо от чих пых по-быстрому очень все делать ну в общем-то и все девчи на этом всем большое спасибо за просмотр хорошего дня отличного настроения и пока-пока